Вот, но если еще, скажем, у Хиллари еще Марс там добавляет, а Марс это как бы более остроту такую, более болезненные переживания дает. То есть какая-то резкость может быть, да, в отношениях, это может быть какая-то немирное решение конфликтами, а вот я так сказала и ты пошел рядом, Билл, к примеру. Ну, можно так выразить. Вообще, она сильная женщина. Она, да. Да, у нее знак скорпиона такой выраженный, будь здоров. Вот, а почему именно конфронтация с Советским Союзом идет? Ну, во-первых, моя точка зрения, что Советский Союз еще живой. То есть он, у него жизнь 108 лет. Вот он образовался в 1917 году, имеет три фазы. Первая фаза созидания, она шла до смерти Сталина, ну, по 36 лет, это кардинальная часть. Потом фаза была 36-летняя до 89-го года, это когда коммунистическую партию лишили силы. Горбачев. Да, Горбачев, это была фаза расцвета. Причем, ровно посередине, 54 года, когда вот это прошло, если 108-летнего цикла, как раз была знаменательная пятилетка Косыгина, под управлением Косыгина, ну, как бы, типа, премьер-министра по нынешним названиям. Ну да. Который, Советский Союз, там, показал небывалый рост достижений, чуть ли там не 50% по некоторым показателям. Ну, это невероятно, там, 50% рост ВВП, там, это что-то... Догоним и перегоним. И реально, а потому что это самый пик был. А вот потом началась вот застой, и начинается фаза распада с 89-го года по 2025 год. Поэтому, когда вот сейчас многие рассматривают, ну, почему-то вы задали вот этот вопрос, потому что эгрегор еще коммунизма, он еще живой. Сейчас фаза распада идет, она длится будет до 2025-го года. То есть, понятно, что, ну, такова жизнь, что-то растет, что-то живет, что-то умирает. Поэтому, естественно, что какие-то вот такие идеи, ведь основная идеология была в советское время, это враг Соединенные Штаты номер один, да. Ну, вспомню. Ну, и в Соединенных Штатах была идеология, враг Советский Союз, это уже никуда не деться, да. Как бы на этом взращены были вся, кстати, эрегономика была построена на этом, скажем так, идеологическом таком посыле. И поэтому, ну, хотя сейчас, безусловно, нельзя сравнивать Советский Союз по его мощи с тем, что после него осталось. И поэтому, кстати, Соединенным Штатам Америки от этого не легче. Потому что надо иметь, то есть, идеология была заточена под борьбу с коммунизмом, коммунизма не стало, с кем бороться. Понимаете, надо же против кого-то дружить всегда. Ну, а тут возникают всякие там, как я понимаю, ближневосточные там всякие лидеры и так далее. Кстати, мы когда с вами обсуждали нашу тему, наши сегодняшние программы, мы решили коснуться немножечко, потому что мы продолжим в следующей нашей программе это все. Ну, взаимоотношения, вот я бы так обозначил, каким-то таким треугольником, может быть, еще раз, это мое личное понимание. Это, допустим, Соединенные Штаты, это бывший Советский Союз, как-то я уезжал, просто я не могу до сих пор это как-то вот свыкнуться, да, то есть я понимаю, как это все происходит, но я уезжал из Советского Союза. И Израиль. Вот в Израиле, ну, потому что там как-то вот окружено всеми арабскими государствами, это все маленькая такая страна, но тем не менее играет очень большую роль. Государство Израиль могу сказать, потому что государство Израиль, оно образовано 14 мая 1948 года и образовалось оно в затмении. Вот это, кстати... Интересный момент. Да, именно в день затмения, ну, там даже не в день затмения, сейчас скажу, в общем, там затмение было рядом, я вижу, по узлам тут. Это имеет очень важное значение, потому что я вот отслеживал военное обострение с арабами в Израиле, они происходят, ну, вот, не поверите, день в день в затмении. То есть вообще, с точностью до одного дня. Вот затмение сегодня, все вечером начинается война какая-то. То есть это закономерность, ну, опять же, надо набирать статистику, сколько там, я же не в Израиле живу, то есть мне как бы, сколько там нападений бывает, таких больших, маленьких. Но вот все войны, то есть именно последние, по крайней мере, которые вот обострения были, они происходили однозначно на затмении. Поэтому, исходя из этого, можно в формате передачи сегодня, чтобы у нас уже осталось времени много, сказать, что ближайшие затмения, они будут в сентябре. И в сентябре, очень вероятно, опять какая-то волна агрессии, либо там ухудшения именно в плане военных конфликтов. Потому что народ в Израиле в основном живет в таком перманентном стрессе, что вот прилетят ракеты, не прилетят ракеты, там все время ходить с этими противогазами, с детьми там. Ну это вообще, это, честно говоря, я так представляю, когда у меня есть и знакомые в Израиле, и клиенты, я общаюсь с ними, просто это тяжело жить психологически, вот все время под каким-то вот этим прессом террористической атаки какой-то. Но вот поэтому я говорю, что в принципе сейчас переживать нечего, то есть это будет именно только на периоды затмений происходит. Кстати, почему на период затмений еще происходит? Затмения, они действуют очень сильно на психику людей. И вы знаете, что все самоубийцы, они, скажем так, ну психически под большим подозрением таким, что у них там все нормально с головой. И всевозможные вот эти самоубийцы с рычаткой, которые ходят, это же однозначно, что у человека что-то, ну какие-то инстинкты самосохранения не должны разрабатывать. То есть у него какая-то сверхценная идея, то есть которая над его, ну скажем, каким-то там посылом совести, либо просто человеческими мыслями и о самосохранении хотя бы. А в это время я как медик могу сказать, что происходит психически, поэтому оно как бы все вместе. То есть и по гороскопу страны в это время в принципе все время обострения глобальные какие-то происходят. Ну и у психически нездоровых людей, которые как бы такими бывают исполнителями, что ли, вот этого злого урока, тоже они в это время, скажем так, пассионарность такая у них нарастает. Это сходу, что надо сказать, сразу на ближайшее время.